Мистические истории о внеземных контактах Если правда раскроется, наше общество ждут большие потрясения. Загадочные послания пришельцев Если это была не наша технология, и точно не технология русских, то чья же? И события, скрываемые от общественности. Как бы они это ни прятали, можно докопаться до правды. Свидетельства по всему миру говорят о визитах из других миров, но правительство продолжает все отрицать. Они боятся этой правды и бегут от нее. Они сами ничего не знают и поэтому постоянно лгут. Многие верят, что в прошлом нашу планету посещали инопланетные существа. Может, это правда? Могли ли пришельцы повлиять на историю человечества? И где кроется правда о пришельцах? И молчании. Сокрытие фактов Амаха, штат Небраска. Штаб стратегического авиационного командования, октябрь 1973 года. Соединенные Штаты и Советский Союз вступили в эпоху Холодной войны, и весь мир замер в ужасе. Внезапно на радаре возник движущийся объект, приведя базу в состояние боевой тревоги, рассказывает сержант Кен Сторч, в то время участник секретной военной программы. Компьютер выдал сигнальное сообщение с пометкой о том, что тревога не учебная, а боевая. Пять неопознанных объектов направлялись к нам со стороны океана. Поначалу в объединённом штабе решили, что это превентивный удар русской подводной лодки, с которой были запущены ракеты. По словам Сторча, территорию Канады эти неопознанные объекты преодолели всего за две минуты. Траектория их движения отрицала известные законы физики. Могли ли это быть корабли пришельцев с других планет? Они улетели через Берингово море в Советский Союз. Тогда президентом был Ричард Никсон. Он сразу позвонил в Кремль, но там ему сказали, что это не русские объекты. Или же обе страны знали, что этими объектами управляют внеземные существа? Которые не скрывают своего присутствия. Так или иначе, сотрудники ЦРУ и ВВС не хотели, чтобы история попала в прессу. Я подписал бумаги о неразглашении. В течение следующих 30 лет я не имел права даже упоминать об этом инциденте. Я должен был молчать, как рыба. Приверженцы теории палеоконтакта полагают, что этот случай наблюдения НЛО лишь один из немногих, о которых правительства и военные разных стран предпочитают не говорить. По их мнению, это еще одно свидетельство давних попыток внеземных цивилизаций установить контакт с человечеством. Лос-Анджелес, Калифорния. 25 февраля 1942 года. Ранним утром силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность. Это событие назвали битвой в Лос-Анджелесе. На фотографии, которая обошла весь мир, видны лучи прожекторов, освещающих небо. Все они направлены к сияющему ромбовидному объекту. В общей сложности было выпущено около двух тысяч противовоздушных ракет. Но ни одного попадания не было. Словно, объект окружил себя силовым полем. Мы очень долго стреляли. К сожалению, погибли гражданские. И никаких следов этого объекта не нашли. Может, это были пришельцы? Факты указывают на летательный аппарат внеземного происхождения. Пять лет спустя, в июле 47-го года состоялось крушение НЛО под Розуэллом в штате Нью-Мехико. После этого и многих других случаев с НЛО американцы хотели знать, кто или что стоит за этими непонятными объектами. Но вместо каких-либо объяснений правительство США издало акт о национальной безопасности. Спустя полтора месяца стало известно, что этот документ, подписанный Гарри Трумэном, позволяет правительству не отвечать на подобные вопросы в интересах безопасности страны. Наблюдения и близкие контакты продолжались. Пришельцы как будто стали появляться чаще. Но что они хотели сообщить людям? Вашингтон, округ Колумбия. 19 июля 1952 года. В небе над столицей США появилось множество неопознанных объектов, зафиксированных на радарах Национального аэропорта Вашингтона и военные авиабазы «Эндресс». На перехват НЛО отправили истребитель. Но они легко уходили от военных, а затем появлялись вновь. Об этом сообщали в новостях по всему миру. Это произошло дважды, с интервалом в неделю. И очень много людей видели это своими глазами. Они летели над центром Вашингтона. Это все равно, что приземлиться на лужайку перед Белым домом. По одной из теорий, пришельцы не случайно выбрали столицу США. Мы несколько раз наблюдали НЛО, которые летали над Белым домом и администрацией. Думаю, это была попытка войти в контакт, но, судя по всему, их намерения мы поняли неправильно. Правительство США и военные чиновники наотрез отказались признать связь этих событий с внеземными существами. В настоящее время мы пришли к заключению о том, что данный инцидент или его последствия не представляют серьезные угрозы для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. В 52-м году ВВС США запустили проект Blue Book для сбора информации о наблюдениях и контактах с НЛО. Или это была лишь очередная попытка правительства скрыть правду? Было слишком много надежных фактов наблюдений этих объектов, и то, как они себя вели, было невероятным. Это физический феномен, настоящий. Но на вопрос, что это, никто ответить не мог. Если бы правительства знали о существовании пришельцев, зачем им могло бы понадобиться скрывать это? Возможно, власти опасались угрозы, которые эти корабли несли безопасности страны. Существует много подтвержденных сведений и наблюдений о том, что правительство США имело огромное количество доказательств существования НЛО. Тем не менее, объясняли их ошибками наблюдателей или природными явлениями или еще чем-то. Другое отношение к НЛО просто не рассматривалось. Есть теория, что небольшая группа людей намеренно скрывает правду об этом от всего мира, что инопланетяне действительно посещали Землю. Но знать об этом никто не должен. В 1969 году проект Blue Book был неожиданно закрыт. Правительство, отрицавшее все, что связано с пришельцами, так и не смогло убедить в этом общество. Или власти знали об этих событиях гораздо больше, чем обычные люди. Одним из научных советников проекта Blue Book был Ален Хайнек. Его очень расстраивало то, что большинство случаев не расследовалось должным образом, а многие факты скрывались. По ряду мнений, США и другие страны мира втайне продолжали исследовать этот вопрос, а число контактов уже измеряется десятками тысяч. Но можно ли было на самом деле скрывать эту информацию сотни и тысячи лет? Луксор, Египет Вдоль восточного берега Нила лежат руины храмового комплекса Карнак, построенного четыре тысячи лет назад. В древнеегипетском обществе фараоны считались идеальными людьми, которых надо было почитать, словно живых богов. Эта иерархия сохранялась больше тысячи лет. Но пришел фараон, который все изменил. Его звали Аминхотеп. По легенде, Аминхотеп пришел со звезд. Став правителем, он запретил поклонение пантеону. Все старые божества он заменил единым богом солнца, который, как считается, породил его. Этого бога звали Атон. В период правления Аминхотепа в египетском обществе произошли радикальные перемены. Аминхотеп был одержим идеей своего контакта с богами. И на всех изображениях он изменил свой внешний вид. выглядел он довольно странно. На статуях того времени мы видим странные удлиненные головы, непропорциональные тела и куриные лапы. Все правление Аминхотепа наводило нас на мысль о том, что у него был внеземной контакт. Жену Аминхотепа Нефертити и их детей также изображали с удлиненными головами. Но почему фараона и его семью изображали именно таким образом? Аминхотеп и его окружение очевидно сталкивались с существами, имевшими удлиненный череп. Они решили изменить форму своих голов на изображениях, чтобы как-то стать ближе к богам или даже выйти с ними на связь. Мог ли бог солнца Атон быть пришельцем с другой планеты, как полагают приверженцы теории палеоконтакта? Или же сам Аминхотеп был внеземного происхождения? Он мог получить послание от Атона? Послание, которое серьезно изменило египетское общество. Он их видел и вступал с ними в реальный физический контакт. Поэтому и заставил всех египтян поклоняться одному богу. Поеду теории, Аминхотеп был человеком лишь наполовину, а на другую половину он был пришельцем. Его правление длилось 17 лет. после его смерти величественный город, построенный для бога солнца, был разрушен. Его изображения осквернены или уничтожены. А бог Атон, который передавал послание фараону, перестал упоминаться в записях. Исследователи считают, что с этого момента началось сокрытие фактов о связи фараонов с внеземными существами. Все остальные фараоны изображались на стене славы во всем своем величии. Но все, что связано с Аминхотепом, почему-то было стерто, словно по некоему сговору. Может, потому, что он сам был внеземным существом? Возможно ли, что правящая элита веками и даже тысячелетиями скрывает информацию о контактах с внеземными существами? Ответ, вероятно, можно найти там, где наука и религия пересекаются в борьбе за истину или ее отыцание. Рим, 17 февраля 1600 Астроном и философ Джордана Бруно провел последний день своей жизни в заточении у Римской Инквизиции. Среди прочего, он утверждал, что Земля не является центром Вселенной и что космос полон разумной жизни. Тогда церковь сдерживала развитие определенных направлений науки, а среди еретических идей Бруно была идея о заселенном космосе. Бруно верил в существование внеземных форм жизни. А мы знаем, что Ватикан хорошо умел скрывать подобного рода информацию. Это лишь один из примеров того, как это происходило. Или же, как утверждают исследователи, самого Бруно посещали пришельцы с других планет. И передали свои знания также другим ученым, включая Коперника и Галилея, знания которых Ватикан так яростно отрицал. В эпоху Ренессанса ученых вроде Галилея и Коперника отлучали от церкви, поскольку церковь стремилась контролировать всю информацию. Поэтому любые научные открытия подавлялись. Бруно в том числе утверждал, что во Вселенной существует бесконечное количество миров, заселенных разумными существами. Эти утверждения шли вразрез с основным постулатом религии, согласно которому Земля являлась центром Вселенной. Мы венец творения и выше нас никого быть не может. Учение Бруно вызвало гнев европейских ученых-богословов и по приказу Ватикана он был арестован. Он провел в тюрьме Ватикана почти восемь лет, но не отказался от своих убеждений. За преступления перед католической церковью Бруно сожгли на костре. Или же церковь знала, что Бруно получал знания от пришельцев. Ватикан мог намеренно отрицать существование внеземных существ, которые очевидно превосходили людей в развитии и угрожали могуществу церкви. Это наводит на мысль о том, что и в наше время научная и политическая элита продолжает скрывать всю информацию о контактах с внеземными существами. Учение Бруно было предано анафеме и запрещено на много лет. Почти все его труды уничтожили. Ряд исследователей полагает, что среди этих трудов были и сообщения, полученные от пришельцев. Что, если какая-то информация, полученная Бруно, скрывается до сих пор? Она может и сейчас угрожать доктрине церкви. А суд над Бруно указывает на факт сокрытия. За ответами можно отправиться в небольшую деревушку на западе Португалии, где могут содержаться доказательства того, что мы не одни во Вселенной. Ватикан В 17 веке Папа Павел V приказал церкви убрать некоторые документы из библиотеки Ватикана и сделать их недоступными для посторонних. В конце 19 века ряд ограничений сняли, но доступ к тайным архивам Ватикана закрыт до сих пор. Есть мнение, что эти архивы содержат удивительные сведения, которые сводят на нет всю церковную доктрину. Тут поневоле задумаешься о том, что закрытая библиотека Ватикана, существование которой признано, может содержать записи о контактах со внеземными существами, и католическая церковь не желает их разглашать уже много лет. Эти архивы могут содержать сообщения от внеземных существ, полученные Джордана Бруно, с подтверждением его модели Вселенной. Очевидно, что в деле Джордана Бруно имеется много неизвестных нам подробностей. «Если когда-либо тайный архив будет открыт, мы получим целый пласт новых знаний». По ряду мнений, тайный архив Ватикана может содержать сведения о так называемом чуде Фатимы. Считается, что в 1917 году трое детей в этом небольшом португальском поселении получили сообщение от самой Девы Марии. Детей посетило видение, которое они приняли за Деву Марию. И к месту событий пришло около 70 тысяч человек. Люди видели в небе вращающийся серебристый диск. Но католическая церковь долго отказывалась признавать события, произошедшие в Фатиме. Внеземные существа отправили детям телепатическое послание. Вы не одни на этой планете. Мы здесь. Мы находимся тут уже тысячи лет и наблюдаем. Сообщите остальным людям, что мы еще вернемся. И вся эта информация попала в Ватикан. Исследователи считают, что церковь намеренно изменила сообщения, полученные детьми из Фатимы. Детям было передано три сообщения. Но третье сообщение Папа Римский оглашать отказался. Скорее всего, в нем шла речь о внеземных формах жизни. Мне кажется невероятным, что столь важное сообщение кто-то мог захотеть скрыть. Но именно так и поступил Папа Римский. Почему? Но чудо Фатимы лишь одно из многих событий, относящихся к контакту с внеземными существами. Голоса, которые слышала Жанна Дарк, видения, посещавшие в Лудре Бернадетту Суберу, и многочисленные истории из Библии, в которых описываются похожие события. Вероятно, Ватикан знает о жизни во Вселенной намного больше, чем признает публично. Но факт существования пришельцев подрывает весь авторитет церкви. Конечно, Ватикан знает о внеземных существах, но признать это значит фактически отказаться от идей единого богосоздателя. Сайфорд, штат Аризона, 200 километров от города Туссон, Международная обсерватория Маунт Грехен. Здесь у католической церкви установлен собственный гигантский телескоп, который направлен на небо днем и ночью, как и еще один телескоп в Риме. В чем их предназначение? Мы внимательно изучаем небеса и проводим большую научную работу. Мы изучаем ближайшие планеты, нашу солнечную систему, галактику, галактику, другие галактики и Вселенную в целом. Возможно, церковь готовится к тому дню, когда ученые и правительство признают существование внеземных существ. Обсерватория Ватикана на горе Грехен находится неподалеку от пика Сан-Франциско, который считается священным у индейцев Хоппи и Зони. На него спускаются небесные люди. Весьма любопытно, что для своей обсерватории Ватикан выбрал такое место, где люди нередко наблюдают неопознанные летающие объекты. Если вы обладаете какими-либо тайными знаниями о жизни во Вселенной, то эти сведения могут быть переданы широкой общественности только после согласования с доктриной католической церкви. В 2008 году Ватикан неожиданно для всех объявил, что существование других форм жизни не противоречит учениям церкви. Что же вызвало такие перемены? Вы же не думали, что они взяли и ни с того ни с сего об этом заявили? Нет, конечно, в этом был определенный расчет. Становится вполне очевидно, что к нам прилетали, и Ватикану прекрасно об этом известно. четкой позиции в отношении внеземной жизни у Ватикана нет. Но давайте задумаемся, что сделала бы церковь с такой информацией? церковь. Зачем она нужна церкви? Возможно, рост числа сообщений о контактах с внеземными существами вынудил Ватикан признать существование других форм жизни. А сообщения, которые пришельцы передают людям, могут готовить нас к наступлению новой эры. САФОЛК декабрь 2010 года. Расформированная авиабаза Бент-Уотерс, которую ВВС США использовали в период Холодной войны. Сюда вернулись двое пилотов, чтобы расследовать события, свидетелями которых они стали более 30 лет назад. Совершенно внезапно скучная ночная вахта прервалась и в небе появилось что-то, что мы не смогли опознать. Этот случай не давал им покоя 30 лет. И наконец они решились посетить место, где произошел контакт. 26 декабря 1980 года. Вскоре после полуночи на радарах авиабазы Бент-Уотерс появился неопознанный объект. Он летал над расположенным неподалеку лесным участком. Служба безопасности видела в лесу непонятные огни. Военным стало ясно, что они имеют дело с чем-то очень необычным, и они решили расследовать инцидент. Трое военнослужащих, в том числе сержант Джеймс Пеннистон и летчик Джон Берроуз отправились в лес на поиски севшего корабля. Я видел много цветных огней и с трудом заставлял себя думать о том, что ищу обычный самолет. Ощущения были странными, трудно объяснить. Как будто в воздухе были слабые разряды электричества. Мы пришли на место, и там что-то было. Все было освещено ярким белым светом. Я не понимал, что это такое. Постепенно я начал различать силуэт корабля треугольной формы. Он был полностью черным, но на нем то и дело появлялись оранжевые, синие и желтые огоньки. И еще нам все время хотелось подойти поближе. Я побежал туда, но оно оказалось надо мной и распалось на яркие огни, а потом случилось что-то непонятное. Через секунду я уже стоял в чистом поле, совершенно не понимая, как я там оказался. Вблизи Джеймс рассмотрел на поверхности объекта странные символы. Он попытался их прочесть, и его сознание внезапно наполнилось цифрами. Словно кто-то держал передо мной плакат, на котором отображались нули и единицы. Я видел их в своей голове, но их значения не понял. корабль находился на земле около 45 минут, а затем была яркая вспышка света. Вероятно, в этот момент корабль улетел. Наши с Джимом наручные часы отстали, и причем они отстали именно на 45 минут, в течение которых мы рассматривали корабль. Кроме того, в течение этого времени начальник смены и другие военнослужащие не могли выйти с нами на связь. Исчез радиоконтакт. На следующий день Джеймс решил записать увиденную накануне «Последовательность цифр». Они заняли целых 22 страницы. Я достал тетрадь и стал записывать. Это было несложно. Я решил сделать это по своей воле. Кому я рассказал об этом? Конечно же, никому. Им приказали документировать все, что они увидели в ту ночь. При этом их заставили исключить из отчета некоторые подробности, в частности, любые упоминания о внеземном происхождении корабля. Я видел треугольный корабль, у которого не было острых углов или краев. Он был ровным, черным и теплым на ощупь. Нашу историю сильно сократили. Описание корабля, разряды электричества, странное чувство притяжения, все это не попало в отчет. Многие подробности были выброшены. А цензурированная правда — это неправда, это ложь. Командование делало вид, что не пытается ничего скрыть, но меня вынудили умолчать о многих подробностях. В последующие две ночи служащие авиабазы Бент-Вотерс видели еще несколько загадочных объектов. Никаких записей не осталось, за исключением сверхсекретного отчета, составленного полковником Чарльзом Хальтом. Этот инцидент знаменателен тем, что его фактически наблюдали военнослужащие. Несколько сот человек вживую наблюдали НЛО, либо иным образом ощущали его присутствие. Но некоторые свидетели события в Бент-Вотерс не захотели молчать об увиденном. Сведения о событии разглашать не стали, и лишь пару лет назад появились официальные сообщения о треугольном НЛО. Слухи об этом ходят уже не один год, но только в 1983 году по закону о свободе информации в прессе появились первые упоминания об этой истории. Кто-то в нее поверил, кто-то отнесся скептически, но резонанс был ощутимым. Военные выдали стандартный в таких случаях комментарий. Свидетели либо приняли за НЛО ближайший маяк, либо просто все выдумали. Наш мир устроен таким образом, что пока власти не объявят через радио, газеты и телевидение о том или ином событии, то этого события словно бы и не происходило. это и есть контроль над информацией. Пеннистон и Берроуз вышли на пенсию в середине 90-х, но воспоминания об НЛО остались с ними. Через много лет после упомянутых событий Пеннистон и Берроуз решили встретиться вновь. Что-то тянуло их обратно в лес, к тому месту. Мы не знаем, как попали из точки А в точку Б. Я не знаю. Я тоже. Остается только вернуться и попытаться все вспомнить. Так и сделаем. Придем на место событий, это надо сделать. Непременно. Мы сделаем это. Что-то внутри нас заставляет туда ехать. Мы хотим знать, что произошло. Это событие изменило наши взгляды на жизнь. Но я бы с радостью отказался от этих воспоминаний. Нас мучают одни и те же вопросы. Кто они, откуда, зачем они прилетали и что будет, если они решат вернуться. Зачем они решили вернуться к месту необъяснимых событий 30-летней давности? Может, там они смогут узнать, кто или что было в ту ночь в лесу? Или найдут ключ к расшифровке таинственного послания? Пойдем вперед и посмотрим, есть ли там дорога и остались ли на месте восточные ворота. Да, идем. Они отправились в лес в сопровождении журналистки Линды Мултон в надежде восстановить свои воспоминания о встрече с треугольным НЛО. Мы пошли в лес, а они попытались восстановить картину событий. Мы искали точное место, где это произошло. Джон Беррилс действительно смог вспомнить некоторые подробности. Это здесь. Везде были яркие огни, они были повсюду вокруг нас. Весь лес был освещен. Ты их тоже видел, да? Очень яркий свет. Да. Яркий белый свет. А Джим словно совершил небольшое путешествие в прошлое, вспоминая, как он трогал эти символы и как его сознание заполнилось последовательностью цифр. Было тихо, я не слышал ни звука. Я подошел к нему спереди, как мне показалось, и дотронулся до поверхности. Она была теплой, а потом с левой стороны я увидел какие-то надписи. Я прикоснулся к ним, и снова возник яркий свет, и в голове появились странные картинки. И через два дня они начали вспоминать подробности случившегося. Они хорошо описали этот феномен. Он может появляться, быть здесь, взаимодействовать с людьми, но люди совершенно не понимают, что с ними произошло. Вечером Пеннистон и Берролс вновь вернулись на место ровно в то время, когда они видели НЛО 30 лет назад. Возможно, это позволит им вспомнить новые подробности о загадочном черном треугольнике? Я жду. Как будто что-то должно произойти. Есть такое ощущение? Да. Мне тоже так кажется. По крайней мере, ясно, что бы это ни было, это был не маяк или что-то вдали. Оно находилось здесь. Я увидел свет над собой и какой-то луч. вот здесь он был направлен на нас. Сейчас воспоминания стали ярче. Есть за что ухватиться. Поэтому мы чувствовали, что надо сюда прийти. Но это только начало, мы на этом не остановимся. В итоге Джеймс и Джонс смогли вспомнить подробности произошедшего, но не нашли ответы на вопросы, мучившие их столько лет. Но возможно, их надо искать не в лесу, а в памяти Джеймса Пеннистона и в его тетради, которая содержит длинную последовательность из нулей и единиц. За два месяца до их возвращения в лес программист Ник Циске попытался декодировать загадочную последовательность с первых шести страниц тетради Джеймса. И она явно содержала какое-то послание. Я расшифровал двоичный код и получил следующее исследование человечества, затем продолжительно и на благо планеты. Также я нашел географические координаты, они указывают на западное побережье Ирландии. В такой интерпретации получается, что пришельцы исследуют нашу расу и готовы нам помогать. Так ли это на самом деле? Я не знаю. Возможно, остальные страницы тетради также содержат информацию из внеземного источника. Мне кажется, это было предопределено. Наверное, мы с Джоном должны были там оказаться в ту ночь. Я не знаю, что это было и откуда оно там взялось и почему именно мы. Что же произошло на самом деле? Почему Министерство обороны и ВВС США скрыли от общественности эту информацию? И почему так мало людей готовы об этом говорить? Похоже, что уже тысячи лет существует некий тайный сговор по сокрытию любых фактов о появлении на Земле пришельцев из других миров? И этот заговор имеет международный размах. Существуют четкие факты наблюдения летательных аппаратов, непроизводимых на Земле. Внеземные существа посещали и продолжают посещать нашу планету. Я считаю, что мы развились до момента, когда можем понять и принять факт существования других форм жизни. Они уже здесь, и доказательств у нас предостаточно. Однажды мы узнаем всю правду о визитах внеземных существ. Если они существуют, то почему правящие круги так настойчиво отрицают их существование? Вероятно, мы должны искать ответы на эти непростые вопросы в нашем прошлом. Потому что только так мы сможем заглянуть в наше будущее. ВОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЛНИ brazu ВОЛНИТЕЛЬНОЕ